Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 6 февраля По народному месяцу слову – Ксения, Аксинья – полузимница, полухлебница В этот день христиане чтут память двух святых, носивших одинаковое имя – Ксения, а по-другому – Аксинья Первая – Ксения Римляння, монахиня, жившая в V веке Другая – Ксения, петербуржская, жила в XVIII веке Продолжался период, когда небогатая крестьянская семья вынуждена была вести строгий учет хлебу, половина которого была уже съедена, а оставшуюся часть следовало до нового урожая растянуть Да и день, с которого обычно отсчитывали половину зимы, в разных областях России из-за различных климатических условий существовал свой Очевидно, по этим причинам Аксинью и Ксению называют полухлебница да полузимница Но хоть и делила полузимница зиму пополам, а мужику к весне было значительно тяжелее Что, если холода дольше обычного простоят, а лето гнилым и дождливым окажется? Хватит ли хлебушка? Уродится ли новый? А если уродится, то почем его можно будет купить-продать? Вот и гадали повсеместно на Аксинью полухлебницу о ценах на муку и зерно, для чего один и тот же каравай взвешивали сначала вечером, а затем утром Если за ночь вес хлеба уменьшался, надеялись на снижение его стоимости А если тяжелел к утру хлебушек, пояса потуже затягивали, не рассчитывая, что смогут задорого прикупить зерна в достатке Как убеждали крестьянские наблюдения, если на Анисью дорогу переметет, то и корма подметет Это означало, что зима задержится, и домашние животные съедят все заготовленные для них запасы Туго будет людям Сейчас эти крестьянские страхи не каждый поймет Да именовали, слава богу, времена, когда благополучие и достаток всей семьи зависели от холодной зимы, поздней весны или дождливого лета Для этого дня существовали и другие приметы Люди тщательно изучали цены на хлеб Если зерно на рынке дешевеет, значит будет хороший урожай Также говорили, что если на полухлебницу цена хлеба низкая, то до нового урожая она не поднимется По погоде этого дня судили о весне Отсюда пошло и такое название праздника Аксинья весна указательница Потому говорили, какова Аксинья, такова и весна То есть если на Аксинью хорошая погода, то и весна будет красная Были наблюдения, которые затем сложились в приметы, говорящие о том, что в этот день делать нельзя Менять постельное белье, чтобы не заболеть Состригать ногти на ногах, иначе не избежать судорог Делать квас, иначе осенью постигнет неурожай Славяне, живите в согласии с природой Матушкой, по совести и Боги вам в помощь Братья-месяцы Славяне, живите в Henderson Продолжение следует...